Всем привет! Меня зовут Зайцева Татьяна и я частный дизайнер интерьеров. И в этом видео я вам расскажу о том, сколько зарабатывает дизайнер в Киеве. А пока будет заставка, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, а также нажмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новое видео. Хотите знать, сколько зарабатывает дизайнер в Киеве? Зачем вам это нужно? Хотите знать, сколько зарабатывает Зайцева? Итого я вам все равно не скажу. А если вы подумываете о том, чтобы стать дизайнером интерьера, тогда это видео может быть полезным для вас. В среднем на лето 2017 года цены на дизайн проектирования варьируются от 350 до 500 гривен за квадратный метр. Если вы дизайнер-одиночка, то самостоятельно в месяц вы можете нарисовать от 100 до 200 квадратных метров проектов. 200, конечно, сложновато, но все зависит от вашего уровня профессионализма и скорости. Соответственно, подбив эти суммы, вы получаете, что заработок дизайнера в среднем от 1500 долларов до почти 4. Цены, например, в Москве и в Варшаве в два раза выше, чем в Киеве. Кроме всего прочего, нужно помнить, что дизайнер еще зарабатывает как на ремонте, так и на сопровождении. И нередко эта сумма превышает стоимость самого дизайн-проекта. Но не думайте, что эта профессия очень легкая. На самом деле, творчества в ней не так уж и много. Я бы сказала, что в нашей работе очень много рутины, много переписки, общения с заказчиком, много чертежной документации. А также вы в одном лице, как дизайнер, так и психолог. Ну и кроме всего прочего, вы специалист по всем ремонтным работам, начиная от гипсокартонщика и заканчивая сантехником. Будьте уверены, что эти вопросы вам задаст, вопросы в этих областях вам задаст ваш заказчик обязательно. На вопрос, сколько же зарабатывает дизайнер, я ответила. И если вы все-таки задумались о том, а не стать ли вам дизайнером, тогда смотрите мое следующее видео. В нем я вам расскажу о моем курсе по дизайну интерьера. Он есть как в онлайн формате, так и очно. То есть вы каждый можете выбирать, какой формат вам будет более удобен. Хотите вы заниматься дома в удобное для вас время, либо же ходить на занятия. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok